Всем привет, с вами Фантом, и в этом ролике я расскажу вам страшные, жуткие и мерзкие факты о том, что было раньше и о том, что есть сейчас. Поехали! В 2001 году в немецком городе Ротенбурге Армин Майвес поместил в интернете серию каннибальских объявлений. Он искал молодого парня, желающего умереть и быть съеденным. На одно из объявлений откликнулся Бернт Брандес. Он по своему собственному согласию был убит и частично съеден Майвесом, которого позже приговорили к пожизненному заключению. Во многих странах мира до сих пор существует странный и даже пугающий обычай – брак с призраком. То есть брак, в который вступает вполне себе живой, здоровый человек и умерший. В 1939 году девочка Лина Медина из Перу, которой было всего 5 лет, родила мальчика с помощью кесарево сечения. Это самый ранний зафиксированный случай родов за всю историю современных медицинских наблюдений. Ребенок родился вполне здоровым, а Лина жива и по сей день. На острове Сицилия есть озеро, из-под дна которого бьют ключи серной кислоты. Рядом с озером не растут никакие растения и не водятся никакие животные. Широкий или рыбий ленточный глист, который живет в тонком кишечнике рыб, а иногда и человека, может достигать 12 метров в длину. Если бы особь прожила 10 лет, у нее возникла бы цепочка сегментов длиной 8 километров. И в ней содержалось бы около 2 миллиардов яиц. Процетамол – один из ядовитейших препаратов на современном фармацевтическом рынке. В Европе на его использование наложен запрет. Ужасный листолаз – это одно из самых ядовитых животных на Земле и самая ядовитая лягушка из известных науки. Ее кожа покрыта сильнейшим ядом – батрехотоксином. Причем одна особь обладает достаточным количеством яда для того, чтобы смертельно отравить 10 взрослых мужчин. Электрический стул был изобретен американским стоматологом, который пытался убить нерв током. Но в результате убил пациента. Испугавшись ответственности за содеянное, он запатентовал способ умерщвления людей и предложил правительству, которое с радостью приняло на вооружение электрический стул, как средство казни неугодных режиму людей. На горе Эверест находится около 200 обледеневших трупов людей, которые погибли, не добравшись до вершины. Многие используют их в качестве указателей для альпинистов. Ясное дело, что похоронить их со всеми почестями при такой низкой температуре просто невозможно. Существует ядовитое растение омежник, которое в момент смерти вызывает у его жертвы улыбку на лице. Похоже оно на обычный укроп и встречается по всей Европе. Его токсины расслабляют мышцы губ и лица, которые, соответственно, растягиваются в улыбку. Вот так улыбаясь, жертва собственной или чужой неосторожности уходит в мир иной. Статистически ваши шансы быть убитым составляют 1 на 20 тысяч. Постарайтесь ночью обходить стороной подозрительные темные переулки. Ежегодно количество мусора, которое сбрасывается в мировые океаны, в три раза превышает вес рыб, которых там вылавливают. Человечеству уже давно пора перестать загрязнять все вокруг себя. К тому времени, как обычный американский ребенок оканчивает начальную школу, он успевает увидеть по телевидению 200 тысяч насильственных действий и 40 тысяч убийств. Хотя, я думаю, эта информация мало кому интересна, ведь телевизор уже давно никто не смотрит. А если вы все еще его смотрите, поскорее избавьтесь от этого бесполезного ящика. Обычно преступники, которые внешне непривлекательны, получают в среднем на 50% более длительный тюремный срок для одного и того же преступления, чем более-менее прилично выглядящие преступники. Лобковые вши обычно заводятся в лобковых волосах, но они также могут быть найдены на волосах груди и бедер, и, возможно, самое противное на ресницах и бровях. Более чем 700 разновидностей бактерий процветают в человеческом рту. При этом слюна создает и поддерживает нужный кислотный баланс. Если бы не это, то в полости рта была бы настолько кислая среда, что разъела бы зубы. Во время страшного голода с 1995 по 1997 год в Северной Корее крестьяне выкапывали и ели человеческие тела. Связан этот голод был с тем, что в стране начались очень сильные дожди. Причем в некоторых регионах за 10 дней выпало более полуметра осадков. Из-за этого весь урожай был уничтожен. Оценки числа погибших колеблются от 220 тысяч до 3,5 миллионов. Когда вы мочитесь, небольшое количество мочи входит в ваш рот через гланды со слюной. Но не переживайте. Ученые утверждают, что свежая моча чище, чем слюна. Бабки у моего подъезда утверждают абсолютно то же самое. Нет поводов волноваться. В 18 веке в Турции существовал особо жестокий метод казни. Женщину, улеченную в прелюбодеянии, зашивали в мешок с кошками и топили. До конца 18 века человеческая плоть использовалась в фармацевтике. В Европе палачи прямо с и шафота продавали свежую кровь и человеческий жир. Фармацевтика открыто потребляла трупы казненных преступников. А грабители похищали трупы из могил, расчленяли их и вываривали в котлах. Полученная в итоге маслянистая жидкость сбывалась за бешеные деньги. В Индонезии до сих пор одним из самых страшных грехов считается мастурбация. Она строго карается законом. Так, к примеру, обвиненного мужчину могут запросто лишить важного органа. Или вовсе отрубить голову. Примерно 10 тысяч птиц в год разбиваются об окна. Чаще всего делают они это весной. Частично это связано с тем, что в первой половине сезона спаривания самцы птиц начинают бороться за влияние на территории. Птица может увидеть свое отражение в стекле и посчитать его своим конкурентом. В результате она предпримет попытку напасть на него. Также весной начинается сезон миграции. В северные широты возвращается большое количество птиц. И они с большой вероятностью могут попадать в окна. Самая долгая кома длилась 42 года. В возрасте 16 лет жительница Майами впала в диабетическую кому. И с тех пор ни разу не просыпалась на протяжении 42 лет. Примечательно, что ее глаза были постоянно открыты. Однако сознание отсутствовало. Она не слышала других, не видела их и была не способна как-либо воспринимать окружающий мир. Фэн-шуй изначально служил не живым, а мертвым. Потому что в Китае считается до сих пор, что благосостояние живущих определяется положением могил предков. Будет покойник лежать вместе с хорошим Фэн-шуй, будет его потомкам жить легко, будут у них и деньги, и слава, и хорошая работа. Усама бен Ладен. Так назвали слона, который убил 27 человек в деревне Анитпур. Слон буквально терроризировал людей, уничтожая постройки и урожай простых тружеников сразу в двух штатах. В результате на операцию по его ликвидации был отправлен отряд, в который пришлось включить как лесников, так и сотрудников полиции. Усама отличался тем, что был неуловим. Его поиски продолжались не один месяц, тогда как других слонов убийце удается ликвидировать достаточно быстро. В 1824 году в Санкт-Петербурге произошло самое разрушительное наводнение за всю историю города. Были разрушены сотни домов и сотни людей утонули. У повешенных иногда случается посмертная эрекция. В литературе имеются упоминания, что зная о подобной реакции казнимых, периодически осужденных мужчин специально вешали обнаженными или открывали их половые органы во время агонии. В некоторых ресторанах в Китае можно заказать суп из младенцев, которым 6-7 месяцев с момента зачатия. Стоит это блюдо от 3000 до 4000 юаней за порцию. Да, да, знаю, они там совсем поехали крышей. Американка Лиззи Веласкист ест огромное количество еды в день, но весит при этом 29 килограмм. Лиззи является носителем редкой болезни – синдрома Видемена-Раутенштрауха. Кроме нее, этим синдромом болеют только один или два человека на всей планете. В Древней Индии воздержание от алкоголя считалось обязательным для всех сословий. Людей, улеченных в пьянстве, поили расплавленным серебром, свинцом или медью. На островах Папуа, Новой Гвинеи был замечательный обычай. Имя мальчику давалось тогда, когда его отец убил человека со знакомым ему именем. Отрубил голову и принес домой. Тогда сыну давалось имя этого человека, а голова бальзамировалась и хранилась дома. Вместо пудры в средневековье европейские женщины использовали порошок для отбеливания кожи. Все бы хорошо, но в состав этой пудры входил мышьяк. А потому модная в то время белизна кожи доставалась женщинам путем потери здоровья. В Древнем Риме в качестве зубной пасты использовался измельченный мозг мышей. Полагаю, большая часть людей предпочитала зубы вообще не чистить. Когда малыши эскимосов болеют простудой, их матери высасывают слизь прямо из их носа. Вообще, подобное в прошлом много где практиковалось. Из-за того, что других методов попросту не существовало. Если самец лев принимает главенство над Прайдом, он убивает все потомство предыдущего главы стаи. А факт о том, что на вашем столе, кухонной раковине, тележке в магазине или мобильном телефоне больше бактерий, чем в унитазе, думаю, уж точно никого не удивит. Куалы едят экскременты своей матери. Но делается это не забавы ради. Дело в том, что ее экскременты состоят из полупереваренных листьев эвкалипта. Считайте, что она их просто кормит. Человек в среднем съедает около четырех сотен насекомых в год. В основном вместе с другой едой. Статистику съеденных кошек при трапезах в ларьках с хот-догами мне, увы, найти не удалось. Если вы что-то нюхаете, молекулы этого объекта прикрепляются во внутренней части носа. Вы это знали, но пытались не думать об этом. А я вот вам напомнил. Теперь живите с этой информацией. Ваши шансы умереть по пути к покупке лотерейных билетов выше, чем ваши шансы выиграть эту самую лотерею. Во время поцелуя со своей возлюбленной или возлюбленным вы обмениваетесь сорока тысячами паразитами. Большая часть информации, которую человечество знает о гипотермии, то есть о переохлаждении, была получена благодаря жестоким нацистским экспериментам над людьми. Кстати, подробный ролик о их зверствах вы можете найти на моем канале. Средний матрас за 10 лет может увеличиться в размерах из-за накопления пылевых клещей и их экскрементов. Поэтому посмотрите на свое спальное место внимательнее и задумайтесь. Быть может, стоит уже наконец распрощаться со старым матрасом из целой империи, которая в нем проживает. В 1918 году в Новом Орлеане орудовал серийный убийца, который получил кличку Дровосек за то, что убивал жертв топором. Перед убийствами он писал письма в городские газеты, наиболее известно среди которых письмо с предупреждением, что следующее убийство состоится через 15 минут после полуночи, и что он не тронет тех, кто будет слушать джаз. В назначенное время все развлекательные заведения были переполнены, а профессионалы и любители играли джаз прямо на улице. На этом ролик подходит к концу. Постарайтесь теперь со всей этой информацией спокойно жить дальше. У вас появилась уникальная возможность блеснуть знаниями перед друзьями, про посмертную эрекцию или про китайские супы из младенцев. А с вами был Фантом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok